Среди чудотворных икон Богородицы один из самых необычных образ Троеручицы. На иконе Пречистая Дева изображена, как следует из названия, с тремя руками. Но это не удивляет тех, кто знает историю создания иконописного канона. Празднование в честь святыни, первообраз которой хранится на Святой Гаре Афон, отмечалось в минувшее воскресенье. Блаженнейший митрополит Киевский, всея Украины Ануфрий, в этот день возглавил литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. История иконы с необычным именованием связана с эпизодом из жития преподобного Иоанна Дамаскина. Во время распространения ереси иконоборчества за мудрые трактаты в защиту иконопочитания Иоанн был оклеветан, а затем наказан отечением кисти правой руки, которой эти трактаты писал. Но святая веря в помощь Божию по молитвам его причистой матери, подвижник дерзнул перед иконой Царицы Небесной просить исцеления. И был поражен чудом, приложенная отрубленная кисть приросла на свое место. В благодарности назидание всем преподобный изготовил серебряную десницу, приложил ее к иконе как свидетельство о чуде. С той иконы были сделаны многочисленные списки, на которые уже рисовали и третью кисть руки. А в народе с тех пор этот образ называется Троеручицей. За богослужение блаженниче Владыка пояснил прихожанам читаемый в этот день евангельский отрывок о необходимости заботиться прежде всего о Царстве Небесном, а не о временных вещах. А также рассказал об иконе Божьей Матери Троеручица. Мафонские отцы, которые хранят эту икону, они говорят, что двумя руками Матерь Божия держит спасителя, своего сына, а третий, она простирает свои милости к тем, кто к ней приходит с молитвой и покаянием. И мы, дорогие братья и сестры, молимся Божией Матери, чтобы она к нам простерла руку своей милости, чтобы она помогала нам в нашей земной жизни, чтобы наша жизнь была прожита так, чтобы мы в будущем веке сподобились спасению на небе о Христе Иисусе Господе нашим. За литургией владыка Ануфрий совершил диаконскую хиротонию, а после отпуста призвал на пасту Божье благословение и поздравил всех с праздником.